Радио Эли – некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении и поддерживающая межконфессиональное сотрудничество. Радиостанция начала свою работу в Эстонии в 2001 году и круглосуточно вещает на русском языке в трёх направлениях – на средних и ультракоротких волнах, а также в интернете. Радиус вещания средних волн от 500 до 2000 км, что позволяет достичь Прибалтику, Северо-Запад России, Беларусь и Украину. Мы планируем продолжать вещание как на средних волнах в России, Беларуси и Украине, так и на ультракоротких волнах на северо-востоке Эстонии, где сконцентрирована большая часть русскоязычного населения. Развивается вещание в интернете, Кроме этого, мы планируем расширение радиуса ФМ-вещания на такие крупные города как Таллинн и Тартум. Это позволит достичь около 300 тысяч человек русскоязычного населения. Согласно нашей статистике, среди радиослушателей есть представители практически всех возрастных групп. В эфире звучат программы для детей, молодежи, женщин, мужчин и семей, как для ищущих Бога, так и для зрелых христиан. Также среди радиослушателей есть инвалиды, одинокие люди и те, кто по разным причинам не могут посещать церковь. Радио является для них единственным каналом связи с христианским сообществом и оказывает духовную поддержку. Многочисленные сообщения, звонки и комментарии являются самой лучшей для нас наградой и мотивацией в дальнейшем служении. Начал слушать семейное радио, наверное, не менее 10 лет назад. Случайно наткнулся в квартире, сидя на эту волну. И что-то она меня заинтересовала. И с тех пор она у меня постоянно работает, на кухне стоит радио и постоянно его слушаю. Многие передачи нравятся, особенно по Писанию что-то для себя новое. Открываю какой-то смысл Божьего Слова. И в Писании же сказано «Вера ослышание». Слышание от Слова Божья. И чем чаще люди слушают его, в том числе и я, тем сильнее вера и глубже понимание. Хотелось бы, чтобы так всегда было, чтобы это радио можно было слушать везде и всегда. Я впервые познакомилась с радио «Или» в 2013 году. На многих программах радиостанций шли такие обычные передачи, но иногда хотелось услышать что-то другое. Услышала гимн христианский, стала слушать его. Затем были проповеди, литературные программы. И с тех пор это радио стало для меня необходимым. На радио я всегда учусь, назидаюсь. Сейчас я на радио занимаюсь волонтерством. Работая сторожем на стоянке, я крутил радио и попалось вот это радио «Или», семейное радио. А так вот все надоели, эти какие-то песенки там эти все. А тут раз, попалось как-то. И вот послушал, тем более я уже как бы в церковь ходил немножко, посещал воскресенье. Ну там мало говорится. А здесь круглые сутки дежуришь и слушаешь, и что-то познаешь помаленечку. Радио я стал слушать в 90-х годах. Тогда я был в заключении. Там я покаялся, там я крестился. И это радио я продолжаю слушать и сейчас, когда нахожусь на работе, и дома я его слушаю. И она мне дает очень большое ободрение. Служение радио «Или» – это комплексная работа, которая сопряжена с большими расходами. Необходимы средства на оплату лицензий, обслуживание передатчика и антенн для вещания, работу студий, техническое оборудование, транспортные, почтовые расходы и оплату труда. Основным источником доходов остаются пожертвования от радиослушателей, частных лиц, церквей и организаций. Присоединяйтесь к нам, если вам близка идея проповеди Евангелия посредством радиовещания. Вместе мы могли бы делать это более эффективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова